Я вам честно скажу откровенно, у нас вот все говорят, взорвали бы этот аэропорт со всем, все что там есть. Потому что в подвалах, в шахтах, там так все заминировано, что там даже когда война закончится, там его фиг кто разминирует. Там целые композиции саперы сделали, то есть там, блин, ну капец, там это разминировать, это просто. Даже командиры говорят, что проще потом уже, когда будет мирное время, взорвать этот аэропорт вместе с фундаментом, со всем. И просто построить терминал с другой стороны взлетки. Я не считаю, что мы в пекле были, честно скажу. Да, были у нас дни, когда там горячо было, реально горячо было. Мне еще почему не хотелось бы судить, потому что я сужу чисто о том, что я видел. Возможно, кому-то это было пекло. У нас, нам повезло, что с 9 числа по 15 у нас было перемирие, и в принципе, как таковой стрельбы не было. Были там провокации. Потому что я застал, это я застал 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, да. Было горячо, очень горячо. Мы в туалет ходили по маленькому на коленках, на корточках, и ели поменьше еды, чтобы в туалет часто не ходить. То есть, и спрятаться, вот у нас колонна эта бетонная была, вот мы за ней прятались, ну как бы, вот. Ну, опять-таки, у всех разные, как бы, нервные способности, у всех яйца разные. У всех они крепкие, по-разному. Пошло. Пошло. Мы вешали с ребятами. Идея была не моя, идея была Боди, наш паренек с 3-й роты, 93-й бригады, очень смелый парень. Ну, как было, у нас снаряд был с 7 утра до 9 вечера. У нас был пост в терминале, Ромео называется, он самый обстреливаемый, в терминале в новом. Ну, и Бодя подошел ко мне, и Шеве говорит, ребят, давайте на крышу сходим. Ну, и мы пошли, взяли еще десантника, лейтенанта Халка. Он с нами пошел, потому что он знает, где там растяжки. Ну, ладно, там растяжку переступили, там вышли на улицу. Вот, стоим этот флаг. Идем, и на крыше увидели флаг, лежит, 74-й. Он такой был затяганный, большой, на палке металлической. Ну, и мы подумали, что было бы прикольно, если будем в зеленый коридор выезжать, чтобы не как вот ребята с белым флагом выезжали, а чтобы с флагом Украины выезжали. Вот, а Бодя говорит, давайте со стороны там, где... А там какая штука, на старом терминале повесили флаг Новороссии, эти уроды. И мы решили с той стороны терминала, нового, там, где этот флаг висит, напротив ихнего флага повесит наш, который выше будет. И там как раз здание красное, где они живут. И вот именно там повесили, чтобы они видели каждое утро. И чтобы журналисты Live News не снимали, что там не рассказывали, что там терминал, там, новый за русскими, там, за ДНРовцами, что это все ложь. Ну и как снайпер их не стал нас стрелять, бля, ботинок прострелили мне. Ну, слава богу, бля, в миллиметре от ноги пуля пролетела, носок порвало, ботинок разорвало, а только пожгло, ну, ногу там, покраснение такое. Ну, я вам хочу сказать, что вот эта вся ситуация в стране, она формирует мужское поколение у нас. То есть вот придут мужики, мужики, которые, бля, наведут порядок в этой стране, я вам говорю. Которые видели кровь, которые, война, она очень много дает плюсов. Она всю кожуру с мужчиной снимает лишнюю. Она показывает тебя просто, ну, полностью, какой ты, кто ты есть, бля. Смелый ты или трусливый. Надежный или ты ненадежный. Предатель ты или ты друг, на которого можно положиться, бля. Она открывает, во-первых, снимает чувство вот какой-то недосказанности. Можете либо проявить их очень хорошо и вернуться героям, а можешь только сказать, что ты трус, бля, и вообще, ты никчемное создание. Вот, и вот эти мужики придут, они спросят, почему такой бардак, бля, почему они там что-то договариваются, вот эти, бля, политики. И будет порядок, мы доведем этот порядок, я вам обещаю.